Сегодня мы поговорим о том, как привлечь в дом деньги. Ответ очевиден. Заработать честным трудом. Собственно, на этом можно и закончить видео. Но что необходимо делать, чтобы не отпугнуть деньги? Нужно обязательно зашивать порванный карман, иначе, по поверьям, деньги будут уходить. Как бы сыпаться мимо кармана. Еще нужно обязательно стирать крошки со стола тряпочкой, а не рукой, иначе денег не будет. Все знают, что деньги любят притягивать деньги. Конечно, сейчас удобнее пользоваться картой, но наличка должна быть обязательно в кошельке на всякий случай. У меня в кошельке вот такая янтарная ложка за грибушка. Кстати, обратите внимание, что мой кошелек красный, так как красный символизирует энергию. Еще нужно обязательно срезать высохшие растения, так как сухие растения высушивают семейный бюджет. Поговорим о других растениях, денежных талисманах. Денежное дерево. За ним нужно хорошо ухаживать, протирать листики. Рядом с денежным деревом. Денежное дерево из настоящих монет и бисера. Иностранные монеты привлекают поездки за границу. В Китае апельсин считается олицетворением счастливой и изобильной жизни. Хорошо будет сплести бисерное дерево с апельсинками. У меня есть такая свеча, сделанная самостоятельно из кожуры апельсина. Я расплавила воск и залила его в кожуру. Еще считается, что жаба помогает разбогатеть. У меня есть такая декоративная подушка с олененком, у которого из-под копыта летят драгоценные камни, как у золотой антилопы. На кухонной люстре я расположила музыку ветра с монетами, так как деньги как бы сыпятся с неба. А еще музыка ветра трансформирует негативную энергию в позитивную. Если у вас есть привычка вытаскивать мелочь из кармана и оставлять ее на полке, то пусть все остается как есть. Можно просто положить рог изобилия к монетам. Все вместе будет смотреться красиво. А такие рога изобилия я сделала сама в подарок друзьям из папье-маше, загрунтовала и покрасила серебрянкой. В этой шкатулке хранятся мои личные вещи, но мне приятно вспоминать, что изначально это была коробка от шоколадных монет, кстати, очень вкусных. А вам не кажется, что слово мани происходит от слова монета? Раз мы выяснили, что деньги притягивают деньги, то хорошо бы, чтобы какие-то деньги всегда были дома. Копилка может быть довольно оригинальной. Перед копилкой в виде деревенского туалета я посадила вот такого довольного кота. Каждый раз представляю, что он побывал внутри и вышел. А перед котом вот такая сувенирная мышка. К ней прилагалась этикетка «Мышка, заведись, денежка, водись». Этот сувенир из славного города Мышкин Ярославской области. Валенки я сваляла сама. В один нужно было положить монетку, а в другой крупу, чтобы дома всегда был достаток и деньги. Кстати, в доме действительно всегда должны быть крупы, ведь зерновые культуры с давних времен считались символом богатства. Мне очень нравится способ хранения круп в бутылках из-под молока. На даче у нас кукла-зерновушка, тоже своеобразный оберег и символ достатка. Важный символ счастья и достатка – подкова. Считается, что хорошо найти ее самостоятельно, и мы действительно ее нашли. Но ее нужно повесить над входной дверью. Там у нас антресоли, поэтому я не знаю, как сделать лучше. Буду рада, если вы посоветуете. А я желаю вам достатка и финансового благополучия.